Привет! Вы на канале Даша Техник, и это снова рубрика новостей техники военной, не только броненовости. Правда, в этом выпуске будет особый акцент на боевых роботах, а в последнее время что-то было очень прям очень много новостей на эту тему. И в этом выпуске первый трофейный леопард, массовое производство Т-80 и много-много роботов. На прошлой неделе министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил Омский завод транспортного машиностроения. Это очень любопытный момент. Пару месяцев назад СМИ писали, что в России хотят возродить производство танков Т-80. А некоторые западные источники, ссылаясь на свои каналы, сообщили, что Т-80 не просто начнут массово производить, но и модернизируют. И назовут такую версию танка Т-100. По поводу модернизации я сказать ничего не могу, но то, что в Омске развернуто массовое производство танков, версии Т-80 БВМ утверждать можно. И по докладу работников завода можно понять, что удалось и восстановить массовое производство двигателей для этих танков. Которая не работала более 30 лет. Из интересного можно обратить внимание на диалог министра обороны с рабочим завода, который сообщил Шойгу, что он зарабатывает около 70 тысяч рублей. И это, на мой взгляд, довольно очень скромная зарплата, особенно для работника такого направления и особенно в наше неспокойное время. И я думаю, что они еще и перерабатывают. А также я хочу отметить, что в видео показано именно серийное производство танков Т-80, а не модернизация ранее изготовленных машин. И интересно, что на новой партии передаваемых войска Т-80 БВМ образца 2023 года были замечены штатно установленные из завода комплексы постановки по мехдронам. ЗИП от Питерского научного производственного центра Эркис. И, как утверждают разработчики, комплекс способен одновременно блокировать две частоты в диапазоне от 600 до 6200 МГц. И также еще одна интересная новость, о которой стало известно 19 апреля 2024 года, во время визита министра обороны Сергея Шойгу на Омский танковый завод. На российском машиностроительном предприятии «Калужский двигатель» возобновлено полномасштабное производство газотурбинных двигателей ГТД-1250 для основного боевого танка Т-80 БВМ. И еще на кадрах репортажа была видна учебная армата. И на этих кадрах можно заметить интересную деталь. Это механизм заряжания танка. И напомню, что у армата необитаемая башня, ибо комплект заряжается не так, как у обычной танки. И для пополнения боекомплекта нужно развернуть башню перпендикулярно к корпусу и вытащить специальный желоб, через который происходит загрузка снарядов. И насколько это такое техническое решение практичное, может показать только опыт эксплуатации этого танка. И новости зарубежного танкостроения. Впервые показали процесс эвакуации трофейного танка «Леопард-2», а вернее его шведскую версию. Вначале этот танк попал в кадр во время эвакуации Брэмами вблизи линии боевого соприкосновения. А потом «Леопард» засветился уже на дорогах России, на трале, где-то в спокойных регионах России. И по решеткам на бортах башни можно определить, что это одна и та же машина. А в комментариях под моим видео о применении «Леопардов» в недавнем наступлении было очень много сообщений, что «Леопардов» захватили целую кучу. Но фото и видео подтверждения этого не было. А 60 тонн немецкого металла даже в такой небольшой стране, как Россия, утаить довольно тяжело. И даже наоборот поступали сведения о попытках российских войск эвакуировать поврежденные «Леопарды» Абрамсы. Но украинские пиведроны этому мероприятию довольно сильно мешали. Так что мы имеем первый, можно сказать, официально эвакуированный «Леопард» на территории России, который задокументирован. В Великобритании продемонстрировали новейший танк «Челленджер-3». Несмотря на то, что Министерство обороны Великобритании активно позиционирует данный танк как полностью новую машину, это является лишь отчасти правдой. «Челленджер-2» представляет собой глубокую модернизацию уже имеющихся танков «Челленджер-2», а не полностью новое производство с нуля. На уже имеющихся корпусах будет улучшена броня и установлена новая башня с более совершенным орудием. При этом такой доработке подвергнутся всего 148 «Челленджеров» из имеющихся 213. И, кстати, 14 машин уже были поставлены Украине. А оставшиеся 65 спишут, либо же это также разнозначного передачи в СУ. И таким образом британская армия получит на вооружение обновленный «Челленджер-3» не в дополнение к имеющимся «Челленджер-2», а ценой сокращения своего танкового парка как минимум на треть. Армия США впервые официально представила первую партию боевых машин M10CV Booker по программе LRIP на исторической церемонии присвоения имени Booker. Это также означает, что программа M10CV будет переходить в фазу производства и развертывания этих машин. Booker, разработанный компанией General Dynamic, позиционируется как легкий танк, сочетающий в себе огневую мощь и мобильность типичной для основного боевого танка. И при этом он весит всего 35 тонн, будучи значительно легче по сравнению с 60-тонным «Абрамсом». И другая любопытная презентация перспективных боевых средств состоялась для министра обороны Украины. И проходила она буквально в лесу. Главнокомандующий ВСУ Сырский и министр обороны Украины Умеров ознакомились с образцами вооружения и военной техники украинского производства. В видео продемонстрировано модернизированное БМП-1ТС броняавтомобиль. Он – сила польского производства, бронированная машина «Атаман-3» с боевым модулем «Парус» производства НПО «Практика». Давно известная модернизация БТР-60М «Харунжи» от того же НПО «Практика», оснащенная боевым модулем «Копье» и бронированная машином бомбы 6х6 южноафриканской группы «Парамаунт». На прошлогоднем форуме «Армия-2023» было продемонстрировано большое количество роботов военного назначения. И у меня на канале есть об этом целый отдельный ролик. Я, кстати, рекомендую его посмотреть. И что интересно, роботехническое направление в армии продолжает развиваться. И, как обычно, война ускоряет технический прогресс. Министерство обороны опубликовало видео с закрытой выставки военной робототехники для министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. И мне захотелось поподробнее обсудить показанные экспонаты. Первый продемонстрированный экспонат представляет из себя самоходные носилки, которые никак не защищают раненого бойца от непогоды, а также от воздействия противника. И офицер, сопровождающий министра обороны, сказал, что это линейка транспортных роботов. Но мне в это верится с трудом. И, скорее всего, там нет ни искусственного интеллекта и ни систем принятия решений. Они просто высвобождают бойца от сложной, но необходимой операции по перемещению раненого товарища. Что тоже очень даже неплохо. И Сергей Шойгу заметил, что неплохо бы добавить к носилкам откидные фиксаторы для более безопасного перемещения раненого бойца. И также мельком показали боевого робота носителя вооружения. И, скорее всего, эта самоходная гусеничная платформа оснащена противотанковым ракетным комплексом. И на это намекает эмблема корпорации высокоточные комплексы, которая и занимается разработкой ПТУРов. Машина, по сути, представляет из себя полноценный боевой наземный трон. И буду ждать дальнейших подробностей об этой машине. Ну а следующая машина видится мне наиболее интересной. Это, по сути, те же самоходные носилки, но уже на гусеничном ходу. Вроде как с дизельным двигателем и с бронекапсулой для перемещения одного бойца. И у робота есть дымовые гранаты для самообороны. И некоторое количество антенн для связи с операторами. И по обрывочным кадрам можно заметить элементы машинного зрения на крыше робота. Что можно косвенно говорить о способности этой санитарной машины самой искать и определять маршрут движения. Это гусеничная машина на шасси робототехнического комплекса Нерехта, производства Ковровского ЗИТ. И на базе Нерехты смонтирован однообъемный бронекорпус. Погрузка раненого ведется с задней части через дверь аппарель с электроподъемником для удобства погрузки. И такая машина выглядит предпочтительнее, чем другие робо-медэвакуаторы, перевозящие раненых на открытых носилках. И у солдата в бронекорпусе больше шансов доехать до медсанчасти под огнем противника. И он не получит новых повреждений. В пользу меднерехты играет и то, что комплекс Нерехта разработан около 10 лет назад. В варианте боевого вооруженного пулеметом комплекса. И он уже давно принят на вооружение. Так в РВСН он используется для охраны ракетных комплексов. И Сергей Шагу особенно подчеркнул, что такая машина крайне востребована в войсках. И я думаю, что это логично. И также министру обороны продемонстрировали и универсальный автономный боевой транспортер, который способен перевозить двух лежачих раненых и некоторое количество груза, а также оборонять себя при помощи пароавтоматических гранатометов. И конечно в реальных условиях эксплуатации транспортер будет выполнять скорее всего одну какую-либо из перечисленных функций. И потому что идти в бой с раненым на носилках это так себе идея. И мельком показали и легкую дистанционно управляемую тележку, которая скорее всего подойдет больше для тыловых складов. Интерес представляет самоходный моторизированный лафет для 120-мм миномета, который способен переходить в боевое положение по одному нажатию кнопки. И также самоходный транспортер может перевозить с собой небольшое количество боекомплекта. И совсем уж мельком показали интересную на вид машину. И скорее всего это самоходная дистанционно управляемая мини-РСЗО. Может быть это система дистанционного разминирования. Если вы знаете что это, напишите в комментариях. И любопытно, что видео показали и мимоходом логотип компании Micron, которая на форуме Армия 2023 показала довольно много разных дистанционно управляемых платформ. А поподробнее об этом вы можете посмотреть в моем видео про российских боевых роботов. И помимо различных роботов, в центре Патриот были продемонстрированы автомобили семейства Сармат. Модификации 2024 года производства УКБ Техника. Сармат 2 это облегченная версия багги без дверей и стекления. А Сармат 3 это бронированная версия автомобиля. И примечательно, что почти каждый год, начиная с 2018 года, УКБ Техника выпускает новые модификации машин семейства Сармат. Машины образца 2024 года довольно сильно визуально отличаются от машин 2022 и 2023 года. И они уже применяются в зоне СВО. И возможно эти обстоятельства и повлияли на их новый облик. Еще одна выставка, где в центре внимания были роботизированные платформы, прошла в Военной инженерной академии имени Карбашева. Из интересного там были замечены сухопутные дроны, постановщики мин, дроны с пусковыми установками противотанковых ракет, а также наземные дроны Камикадзе. Самый интересный экспонат выставки это электрическая беспилотная установка разминирования челнок. Эбур челнок предназначен для проделывания проходов в минных противотанковых заграждениях, в опасных для человека зонах при помощи установки разминирования УР-83П. И вообще такие закрытые показы результатов работы военных исследовательских институтов довольно интересны. И они позволяют заглянуть в будущее системы вооружения. И например, мне как-то удалось попасть на подобную выставку, которая проходила во время танкового биатлона в 2021 году. И многие из разработок, представленных там, мне показались довольно чудными. Например, там были широко представлены системы противодействия дронам и интеллектуальные роботизированные системы охраны, построенные на базе операционной системы Убунта и с обучаемой нейросетью на основе фреймворка КИРАС. И мне это тогда немного удивило. Как можно использовать такие открытые технологии западной разработки в оборонных системах? Собственно, по этому поводу у меня и был спор с одним из военных. Также показали гусеничную универсальную платформу ПГУ-15 от производителя ДСТ Урал. И по факту это Мул, который может перевозить любой груз массой до 15 тонн, как по обычной дороге, так и по бездорожью. И есть специальное крепление для контейнера. И, видимо, так наше оборонное ведомство будет роботизировать снабжение переднего края. И в одном из интервью с бойцами ремонтной роты, которая была опубликована на ресурсах Министерства обороны, сообщалось, что в составе ремонтной роты есть роботехнический состав, который занимается постройкой роботизированных тележек для доставки грузов и эакуации раненых. И также планируется постройка боевых платформ с пулеметами и роботами-минерами. И неизвестно, является ли это инициатива конкретного подразделения, или же это широкая практика. Но, скорее всего, роботизация происходит с одобрением начальства. А если это так, то это большой шаг вперед. И масштабирование такого опыта может стать показателем качественного роста в области эксплуатации и обслуживания роботехнических средств в вооруженных силах. Кто знает, может быть недалек тот день, когда в каждой ремроте будет робозавод. А на фоне показанных выше роботизированных новостей очень интересно поглядеть на это сообщение. Украинские военные обнаружили в районе своих позиций российскую роботизированную платформу, оснащенную комплексом радиоэлектронного подавления БПЛА. Это видео было сделано в тылу украинских позиций в городе Часов-Яр, куда робот смог пробраться и начать работу по глушению дронов противника. Ну а что же происходит в тылах наших глубоко уважаемых партнеров? После 11 лет разработки компания Boston Dynamics прощается со своими человекоподобным роботом Atlas. И на протяжении почти 10 лет Atlas будоражил наше воображение. Он вдохновлял следующее поколение робототехников и преодолевал технические барьеры в этой области. И теперь пришло время нашему гидравлическому роботу расслабиться и отдохнуть. Это сообщается в пресс-релизе компании. Но робототехников США на этом не заканчивается. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США опубликовало кадры учебного воздушного боя между роботизированным истребителем Х-62А и пилотируемым человеком с самолетом F-16. Роботизированный истребитель Х-62А представляет собой глубокую модернизацию двухместного F-16Д. И как утверждается, Х-62А может имитировать систему управления практически любого самолета. И в Дарпо заявили, что обнародованные 17 апреля испытания проводились в 2023 году. И они стали первым случаем, когда система искусственного интеллекта и человека сошлись лицом к лицу в ближнем воздушном бою. И сообщается, что в общей сложности в прошлом году был проведен 21 полет. И по результатам были внесены изменения более чем в 100 тысяч строк года. И в целях безопасности на борту Х-62А находился летчик ВВС США. И он не вмешивался в работу системы искусственного интеллекта. И также компания Boston Dynamics представила своего нового робота, который, скорее всего, станет заменой Atlas V, о прекращении разработки которого я говорила ранее. Это будет полностью электрическая модель, которая также будет носить имя Atlas. Хотя могли бы и поменять. И это были все самые интересные новости мира вооружения и техники, которые я успела рассказать в этом видео. Если вам нравится эта рубрика, то обязательно ставьте комментарий и нажимайте лайк. Если вы хотите поддержать мою деятельность рублем, то я рекомендую это сделать на моей страничке на Бусти. А также вы можете посмотреть на мой второй канал, Даша Модус. До новых встреч. Пока-пока.